Когда ты просто как компьютер пытаешься играть, совсем без концепции, просто ход на ход, я уверен, что это никогда не пройдет с точки зрения того, чтобы быть первым или вторым. Нет, ты все-таки должен иметь какую-то концепцию игры, и тот, кто совместит себе эти два качества, как Карлсон, кстати, тот и будет лучшим из этого молодого поколения. А есть какое-нибудь конкретное, вот вы упомянули, ребята из Индии, какое-то конкретное имя есть у вас на уме, которое выделяется среди них всех с любопытом? Да не один, не один, конечно, но я считаю, что Праг невероятно талантлив. Я когда еще года три назад, у нас было, если не больше, была сессия, и я был просто в восторге от его таланта, невероятно талантлив. И мне кажется, что он такой очень комплексный шахматист, у него таких нет явных слабых мест, он может и тактический, и шпиля хорошо может играть, и динамика, и позиционная. Честно говоря, по вот этой такой общей картине, именно потому что он такой вот шахматист, может быть, мне лично это нравится всегда. И мне кажется, это все равно, все-таки мне кажется, это очень важное качество, когда ты в достаточно молодом возрасте уже не имеешь явных слабых мест. Потому что, на самом деле, для того, чтобы стать чемпионом мира, например, ну и да, вот все-таки, мне кажется, очень важное качество, это чтобы не было явных слабых мест. Вот явных, да. Покуда они у тебя есть, их нащупают и начнут бить в них. Вот у него нет, и мне кажется, что он по масштабу таланта и по вот его в целом, в общем и целом, я так посмотрел на него. Вот я считаю, что он абсолютно реальный претендент на то, чтобы стать чемпионом мира. Я считаю, то есть то, что он будет в десятке, вообще сомнений нет у меня никаких, и очень скоро уже. А вот я думаю, что у него есть потенциал, если он его развеет, реальный потенциал. Он мне очень напоминает Виши Ананда, очень напоминает. Вообще, и как бы, и манера игры, и вот этим мгновенным схватыванием позиций, динамикой какой-то. И даже как-то по-человечески он такой очень живой, живой, достаточно веселый, такой у него блеск в глазах. То есть он мне... И я, кстати, думаю, что по масштабу таланта, ну, он близок к Ананду, близок. То есть это реально масштаб очень большой, потому что я несколько раз, вот, когда занял... Не, ну, там и другие ребята очень хорошие. Гукиш очень хороший, там, я думаю, что Раунак, вот, ну, многих, но он выделяется вот по-настоящему ярчайший просто талант. Что иногда, вот, как он, как бы, там начинал, мы какие-то позиции ставили, анализировали. Я помню, какую-то позицию из какой-то партии мы анализировали, там какая-то тяжелая, тяжелая эндшпиль, скажем, у белых ферзь, помню, ферзь и типа слона, у черных ладья и два коня. И как-то там черных пять пешек, у белых четыре. Ну, такой-такой странный, да, эти кони все время под ударами, не поймят, выиграно, не выиграно у белых. И вот они что-то так двигали, как он фантастически вот как-то этими конями прыгал, все время какую-то контрыгру создавал. Я помню, это так поразило, там тяжелая позиция, и он какую-то вовремя в какую-то контрыгру, потом, хоп, из этой контрыгры в какую-то стойку перешел. То есть у него очень-очень мышление такое гибкое, он очень чувствует позицию. Но по моему ощущению я могу ошибаться, хотя я в этом плане редко ошибался, честно говоря. Видимо, какое-то чувство есть. Я Карлсона довольно рано еще сказал, что не просто будет там топ-игроком, он будет, скорее всего, Федерером, как бы, отшахмат. И я вот предсказываю то, что среди нового поколения, на мой взгляд, он будет лидером. Это мое ощущение такое.